Конечно, в загородных домах это работает как вау-эффект. Может быть, вот такой вариант, когда это вообще непонятно, это вытяжка или это люстра. На помощь нам приходит встраиваемая шина с вот такими умными розетками. Самое важное – это кухонная раковина. Всем привет! С вами Наташа Мартынова и вы на моем YouTube-канале о дизайне интерьеров. Сегодня поговорим о трендах на кухне, поговорим про умные технологии, как их интегрировать в мебель. И самое главное – поделюсь лайфхаками, как бюджетную кухню сделать визуально дорогой. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Поехали! Итак, тренд «Умные кухни». Что это значит? Это значит, что кухня думает за вас. И такими технологичными штуками можно нашпиговать кухню и получается комфортно, прежде всего, нам. Ну и производит тот самый вау-эффект. Вы ничего не видите. Здесь пустая ровная поверхность. Кстати, сделана, обработана керамика. Это керамический фасад. Очень тонкая фасочка. Готовы? Алиса, открой бар. Очень тихо выезжает. Мы ничего не слышим, кроме моего голоса. Можно встроить в большой остров такой бар. Конечно, в загородных домах это работает как вау-эффект. Но и в пространствах, где объединена гостиная и кухня. И есть примерно 2 метра на остров. Можно встроить такой бар. Алиса, закрывай бар. Она меня начала слушаться. Когда мы говорим про остров, то всегда возникает вопрос. Вытяжка. И, кстати, у нас есть сюжет, где мы показывали, как решили вопрос с вытяжкой. Посмотрите, появится в описании. Розетки. Это самый актуальный вопрос. Что делать с розетками? Они в острове нужны. Без них мы не сможем вообще сделать комфортную кухню. И на помощь нам приходит умная розетка. Во-первых, в принципе, розетка умная. А во-вторых, посмотрите, какой вариант. Успели? Сейчас я еще раз открою. Просто нажимаем push. У нас с вами две розетки и USB-вход. Причем толщина этой розетки, она не больше столешницы. Примерно, ну, здесь где-то 4 сантиметра. То есть розетка не занимает места в шкафу. И у нас остается 100% полноценное пространство для хранения. Когда мы планируем кухню, основное внимание приковано, конечно же, к фасадам, к столешнице. Но важно не забывать о том, что красота еще и внутри. И правильная организация внутри ящиков – это очень и важный момент, и тренд. Что здесь есть нового? Во-первых, внутренний ящик, который позволяет нам сделать порядок внутри. И уже готовые ящики от кухни, специальные сортеры. Можно разложить все, что необходимо, и ничего лишнего не нужно хранить на кухне. И, конечно же, хранение мусорных корзин. Важно правильно организовать пространство так, чтобы удобно было пользоваться всеми вот этими ведрами и разделять мусор. Поскольку устойчивое развитие, правильное отношение к пластику, к переработанным материалам должно воспитываться с детства. И сортеры, несколько мусорных корзин позволяют нам это сделать. Следующий тренд – это кухня-стена. Есть со мной кухня? Нет? Неизвестно. Давайте посмотрим, что внутри. Толщина этого шкафа 70-75 см. То есть кухню нужно будет выдвинуть вперед. И перед нами полностью вся техника, которая необходима на кухне. Кофемашина встроенная, пароварка-мультиварка, духовка и даже посудомоечная машина. Кофемашина есть здесь. Это часть техническая. То есть мы готовим, ставим, например, блюдо на подогрев. И у нас есть, конечно же, остров. Для кухни-стены необходим остров, где также предусмотрена плита. И вторая секция, самая важная. Это кухонная раковина. На самом деле, именно раковины и все, что вокруг раковины, создают вот этот вот визуальный шум, который с одной стороны, в принципе, нас отвлекает от красоты кухни, а с другой стороны, делает кухню менее красивой и менее дорогой. Чтобы сделать кухню дорогой, необходимо убрать все диспенсеры. И вот в этой кухне этот вопрос решен тем, что диспенсеры у нас встроены. Здесь можно внизу поставить мыло. Также есть измельчитель и очень удобный смеситель, которым можно пользоваться как обычным смесителем, так и вынимать шланг и мыть посуду. И, конечно же, сейчас все смесители уже с обстроенными фильтрами для воды. Не нужен отдельный краник, который тоже делает кухню менее дорогой и создает такое мельтешение около раковины. И большая мойка плюс еще важный момент, когда мойка не выделяется по цвету. То есть, создавая красивую дорогую кухню, необходимо либо встроить мойку под цвет столешницы, либо сделать мойку из того же материала, что и столешницы. Это может быть керамогранит, это может быть кварцевый агломерат, это может быть какой-то акриловый камень или, например, просто ЛДСП, но мойка в цвет этого ЛДСП. И также момент, который делает кухню дорогой и не создает такого дисбаланса, это когда у нас фартук и столешница кухонная выполнены из одного материала. Это всегда красиво, это всегда эффектно. И масса материала, когда его много, это всегда производит впечатление, и мы сразу же обращаем внимание на то, что вокруг. То есть, у нас глаз считал, что все это единый такой массив цвета или текстуры, и дальше мы исследуем, а что же у нас дальше на кухне. В кухне-стене у нас есть блок с техникой, блок с мойкой и блок хранения. И это не обязательно шкафы, набитые всем, чем нужно на кухне. Это может быть и бар с встроенными секциями для хранения посуды, бокалов и вина, а также это может быть отдельный винный шкаф. И столешница с розетками сюда можно поставить, тостер, чайник, то, что нужно спрятать. И какие-то элементы для хранения, то, где хранится посуда, хранятся сковородки с кастрюлями. Важный момент – это подсветка. Внутри таких шкафов нужна подсветка, и она может быть профильная, встроенная внутрь, может быть подсветка по бокам, внутри фасадов, внутри корпусов. Главное, чтобы она была, и мы про нее не забыли. Тренд – кухня без верхних шкафов. Все хранение переходит на нижний уровень. Такой вариант планирования кухни позволяет разместить кухню около окна. В этом нам также помогают вытяжки отдельно стоящие. Сейчас их очень много красивых моделей. Может быть, вот такой вариант, когда это вообще непонятно, это вытяжка или это люстра. Это вытяжка с угольным фильтром, поэтому ей не нужен дополнительный канал для забора воздуха. И в целом, когда мы смотрим на кухни, где нет верхних шкафов, создается легкость в пространстве. И особенно это актуально для небольших пространств. Но здесь очень важно, конечно же, продумать хранение. Просто взять, посчитать всю вашу кухонную утварь, посчитать всю технику и разместить так, чтобы для всего было место запланировать розетки и, возможно, поставить какой-то элемент отдельного шкафа, куда нужно все это сложить. Но поверьте, если вы сделаете кухню без верхних шкафов, вам в пространстве будет дышать легче намного. И воспринимать кухню вы уже не будете как какое-то такое место, где надо много готовить. Будет легкость и такое приятное отношение к жизни. Что кухня для удовольствия. Тренд-микс из металлов. И сочетание, например, бронзы и вороненой стали. Также у нас металлическая мойка. Интересное сочетание. И, может быть, более яркое сочетание серебра и золота. Вот так это работает на 100%. Это тренд. Что делает кухню по-настоящему трендовой и технологичной? Это отсутствие ручек. Здесь их вы нигде не видите. Вы об них никак не бьетесь. Что может помочь это сделать? Во-первых, конечно же, это шкафы на пушах. Эти механизмы встраиваются. Они позволяют не пачкать поверхность. И также просто это все закрывается нажатием одной кнопки. На нижних фасадах это могут быть встроенные фрезерованные ручки. Могут быть профили. Здесь, кстати, сочетание керамического фасада и профиля тонко сделано. И мы не замечаем ручку. И чем меньше у нас вот этих вот выступающих элементов на кухне, тем кухня смотрится минималистичнее, эффектнее и технологичнее. Следующий тренд – минимализм. Кухня – это место, где всегда большое количество вещей. И мы всегда хотим их спрятать, но не всегда это получается. На помощь к минимализму нам приходят технологии. И эффектный вариант, как спрятать все мелочи, может быть вот такой отъезжающий фартук. Это может быть просто на самом деле фасады, которые закрываются. А может быть такой эффектный вариант, когда у нас отъезжает фартук. И здесь у нас хранятся специи. Мы можем ими пользоваться, ставить на место и закрывать. Да, еще момент. Когда мы говорим про минимализм, это значит, что этому движению подчинена вся кухня. Видите ли вы где-нибудь здесь на поверхности розетки? Они есть. На помощь нам приходит встраиваемая шина с вот такими умными розетками. Которые мы можем вынимать и можем также добавлять. То есть, если мы понимаем, что нам нужно больше розеток, в эту шину встраивается большее количество розеток. Также, кстати, их можно встраивать в остров. Эта шина устанавливается по сбоку острова и можно добавлять нужное количество розеток. Тренд освещения кухни. Чем больше оно скрыто, чем больше для нас загадка, откуда светит свет, тем эффектнее смотрится кухня и тем она смотрится новее, эксклюзивнее и технологичнее. Вот в этом варианте у нас профиль внизу, не между верхними шкафами и фартуком, как это обычно бывает, а он встроен непосредственно в верхние шкафы. И внутри вот этих верхних стеклянных шкафов у нас тоже встроена подсветка, но вы не видите нигде световых профилей, потому что они встроены уже в полку. И нужно очень постараться, чтобы посмотреть в итоге, как идет свет. Но благодаря такой технологии создается эффект парения и такое наслаждение смотреть на эти шкафы с затемненными стеклами. И желательно, чтобы внутри было красиво и все было в порядке. Цветовое решение кухни. Здесь самый важный тренд – это натуральность. Дерево, камень и все натуральные материалы, которые между собой, конечно же, очень красиво сочетаются. Может быть темное дерево, темная столешница из камня. Может быть светлое дерево и светлый камень. И может быть, наоборот, контрастный микс. Если вы устали уже от натуральных материалов, то в тренде сейчас яркие кухни. Здесь могут работать эффектно горчичные оттенки. Все цвета ягодные. Это может быть и малиновый, и приглушенный вишневый цвет. Ну и, конечно же, зеленый цвет во всех его проявлениях, начиная от цвета молодой травы, заканчивая цветом сосновых иголок. Или, может быть, такой приземленно-приземленно глубокий зеленый цвет. У нас время раздачи подарков. Итак, за лучший комментарий под роликом «Дом, беседка, баня» мы отправляем вот эту книжку «Любовь к растениям» от издательства «Миф» нашей подписчице Алине. Спасибо вам огромное за теплый, душевный комментарий. Свяжитесь с нами, оставьте свой e-mail, чтобы мы смогли вам передать приз. И ко всем нашим подписчикам обращаюсь. Спасибо огромное за комментарии. Мы все их читаем, смотрим. И у нас будет еще больше призов. Не переключайтесь, подписывайтесь на канал.